В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Прием почетных граждан главой администрации района стал уже доброй традицией. В преддверии новогодних праздников приглашение на встречу от Ильшата Вазигатова принимают все почетные граждане Янаульского района. Это высокое звание получили 19 человек. Остальных всех вы знаете. Работа всегда она. За чашкой чая глава администрации района подробно рассказал, с какими показателями встречает новый 2020 год наш район. Особо отметил изменения требований и условия работы в связи с приходом нового руководства республики. Мобильность, оперативность, связь с населением через социальные сети – все, чему пришлось научиться в текущем году. Какие новые программы заработали по республике и к чему они привели. Обо всем этом Ильшат Вазигатов отчитался перед почетными гражданами Янаула. Проблемы еще остаются, но над ними работают. И эти вопросы касаются не только нашего, но и других районов тоже. Глава администрации района посвятил своих гостей и запланированные проекты будущих лет. Обратился к своим почетным гостям, чтобы они внесли свои предложения, сказали свои пожелания. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Как вас, почетных граждан, пожелать здоровья, благополучия, чтобы в следующем году мы с вами могли еще много мероприятий проводить. Звание почетный гражданин района Назир Зиазов получил в 2004 году. Много лет проработав руководителем района, он отметил, что новые времена диктуют новые методы работы. И его преемники с этой задачей справляются достойно. Уважаемые товарищи, уважаемый Ильшат Акзамович, здесь собрались люди, которые всю свою жизнь, трудовую деятельность действительно посвятили служению своему родному и научному району. И очень приятно, вот сегодня, перед Новым годом, Ильшат Акзамович всех нас собрал, ввел курс сегодняшних дел, событий. Мы вооружены всеми данными на сегодняшний день, поэтому это доставляет всем нам приятные ощущения. Я вот стяжел и довольствуюсь, что в нашем районе происходит действительно очень стабильно и динамично дальнейшее развитие нашего района, как в промышленности, в сельском хозяйстве, в народном образовании, в сфере культуры и во всех сферах деятельности, экономической деятельности. Беседа прошла без регламента и в неформальной обстановке. С 16 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в районе проходит межведомственная профилактическая операция. Это проводится с целью недопущения гибели людей при пожарах. Задача профилактических групп провести по домовой и по квартирный обход, инструктаж по технике пожарной безопасности, одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении на территории района, и вручить памятки. Профилактическая группа специалистов комиссии по делам несовершеннолетних должна обойти 16 семей. В квартире, где проживает Нигина Ашурова, пожарный извещатель уже установлен. Установили в этом году, от того, что ребенок маленький появился на свет, из-за этого как бы помогли, установили бесплатно. Так не срабатывало, ничего, все нормально. Мы проводим, с сегодняшнего дня проводим обход по семьям, находящихся в социально опасном положении. Рейд у нас противопожарный. Вышли мы с целью проверки пожарных извещателей, проверкой электропроводки, оборудования, все ли исправно, все ли в порядке. Население относится положительно, все пускают, все в порядке. Пока нарушения не выявлено. Если выявлены будут нарушения, то будут проведены повторные рейды. Таким образом будут исправлены нарушения. Наша группа обходит все семьи, которые проживают в городе. 16 семей у нас на сегодняшний день. Обход будет проходить в период предновогодних и новогодних праздников. Очередной Меджлис имамов нашего района прошел в Центральной районной библиотеке 17 декабря. На встречу были приглашены главы сельских поселений, работники культуры, также столичные гости. Какие темы обсуждались на Меджлисе, смотрите в следующем материале. В своей приветственной речи имам Мухтасип района Фагим Валиев дал подробный анализ работе мусульманского общества района. Он подчеркнул, что они тесно сотрудничают с местной администрацией, стараются решать проблемы сообща. Фагим Валиев также отметил, что мы должны научиться уважать друг друга, относиться с трепетом и быть доброжелательными ко всем. Наши мечети должны иметь такой вид, чтобы всем хотелось сюда идти. А имамы должны уметь разговаривать с народом, должны привлекать их в посещать дома Аллаха. В пленарной части Меджлиса глава администрации района Ильшат Вазигатов рассказал о социально-экономическом состоянии района. Также призвал всех имамов доводить до населения о событиях района правильно и своевременно. Осуществляет свою деятельность 26 вообще общего количества религиозных объединений, 22 мусульманских, 1 православный приход, Иверско-Индинский храм города Янаула, Янауловского района, 1 местная религиозная организация церковь христиан-аппеттистов седьмого дня и 2 местные религиозные организации марийской традиционной религии, община Марий Кумалтыш-Тиматала, сел Ямбаево и Сусады и Бала. В целом, обстановка в районе спокойная. Факт попадания жителей района под влияние религиозно-экстремистских организаций и распространения радикальных и религиозных идей не наблюдается. На территории района лица, осуществляющие миссионерскую деятельность, не зарегистрированы. Главной темой Меджлиса стала особенность каллиграфического искусства. На эту тему выступил специалист в области каллиграфии и традиционного мусульманского книгоиздательства Дамир Ахмедгалеев. Он рассказал про то, как переписывали Коран в разные годы разным почерком. Самый запоминающийся был голубой-синий Коран, который писали лазурными красками. Куфическое письмо сыграло большую роль в дальнейшем развитии всей арабской каллиграфии. Мы считаем, что знакомство с исламом не должно забывать данную область, поскольку оно призвано знакомить с данной мировой религией через культуру, через красоту этой культуры. И поэтому данное мероприятие направлено на то, что показать, продемонстрировать выставку каллиграфического искусства шамаилий, искусства книгоиздательства. Неоднократно люди хотят послушать и эту сторону, посмотреть и эту сторону ислама. В чем смыслы каллиграфии, в чем секреты книгоиздательства. Были вопросы, были запросы. И просто человек интересуется в культурологическом плане, что есть ислам. Это не только религиозные какие-то предписания, но и культура. Поэтому мы, отвечая на вопросы населения, организовали подобные мероприятия. Надеемся, что оно заинтересует людей, понравится. На базе мечетей, то есть при мечетских курсах, так называемых мактебах, есть попытки ввести такой предмет, как каллиграфия. Она тоже интересует очень многих, начиная с детского возраста и взрослых тоже. Но пока они только пробные тоже. И проходят точечно в республике. Всего же, наверное, несколько мест, где пытаются ввести такую практику. Цель такого мероприятия – повысить культуру ислама, вызвать интерес к священным книгам. Меджлист на такую тему проводится впервые. И после практики в Венеоле будет повторяться и в других районах. В минувшие выходные в Иверско-Ильинский храм прибыл ковчег с частичкой мощей святой Варвары Скворчихинской. С именем этой святой связано множество чудес исцеления и знамений. К ней обращаются с различными бедами, просят о здоровье и благополучии в семье, помощи в решении различных вопросов. Святыня в храме пробудет до 21 декабря. Приложиться к ней может любой желающий. Многие люди знают, конечно, о Матроне Московской, Пелаге Рязанской и так далее, едут далеко. И не знают, к сожалению, что у нас в Башкирии есть очень много святых людей, которых мощи пребывают вот у нас в Башкирии именно. Это и Моисий Уфимский, мощи стоят в Сергиевском храме Уфы. Это и Зосима Инацкая, мощи которой находятся в мужском Покрово-Инацком монастыре. И это же мощи, которые теперь пребывают в городе Янауле, в храме Иверско-Ильинском, мощи святой блаженной Варвары Скворчихинской. Почему Скворчихинской? Потому что она жила и подвязалась, о Боге, в селе Скворчиха Ишибайского района. Люди, к сожалению, не знают, что действительно у нас Башкирская земля пропитана святостью. Почему? Во-первых, у нас многонациональная республика. Это тут и мусульмане есть, и марийцы, и чуваши народности, и языческие всякие. И поэтому Господь здесь дает большую благодать, чтобы больше людей уверовали в истинного Бога. То есть вот каждый человек – это как проповедник, как апостол веры, истинной веры Христовой. И, к сожалению, люди, конечно, едут куда-то, слышат о где-то далеком, а вот у себя, как говорится, под носом мы не видим, не знаем. Для этого митрополит Никон наш, уфимский, стерлин-тамахский, благословляет не полностью мощи, вот возить раку с мощами, которые находятся у нас в монастыре, а вот так ковчег, чистички мощей, чтобы как проповедь, что у нас есть свои святые, не нужно куда-то за тысячи километров ехать. Вот они рядом, вот они наши, они рядом с нами. Обратитесь к ним, и они также помолятся за вас. Люди, к сожалению, сейчас даже сами не знают, с чем обратиться. Они ко мне подходят и говорят, о чем можно попросить Варвару Васильевну. Я говорю, вот что у вас на душе есть, о том и поговорите с ней. Она же была учительницей, то есть она знает проблемы детей, да? Она очень любила детей. Хотя сама замужем не была, детей у нее не было. Вот. Семейные проблемы, она также знает очень хорошо. Очень помогает, если у человека есть какие-то, ну, так скажем, судебные какие-то дела, тяжелые какие-то, ситуации семейные, бывает всякое в жизни. Вот. Вы знаете, были такие у нас, конечно, вопросы, и очень конкретные, что и здоровье она помогала. Ведь что такое здоровье? Здоровье, оно бывает как телесное, так и духовное. И все оно взаимосвязано, то есть все гармонично в человеке. Вот. Если нарушение идет в телесном здоровье, значит, надо подумать о духовном. Антинаркотический марафон «В будущее без наркотиков» прошел 13 декабря. Мероприятие было организовано в рамках муниципальной программы по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном районе Инаульский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы. Участниками марафона стали учащиеся активисты городских школ. Перед ними выступили секретарь антинаркотической комиссии, врач-нарколог, оперуполномоченной группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Инаульскому району и методист управления образования района. Все специалисты проинформировали подростков о пагубном влиянии наркотических средств, умению противостоять негативным проявлениям, ориентировали на выбор правильного жизненного пути. Уже третий год в нашем районе продолжаются занятия под хэквондо. Занятия идут три раза в неделю в школе имени Радика Гореева. Посещают ее два десятка ребят в возрасте от 6 до 12 лет. Многие из них имеют свои достижения и победы в различных турнирах. Практически каждая тренировка ребят проходит по-разному, но начинаются всегда с обязательной разминки. Каждое упражнение рассчитано на то, чтобы развивать гибкость, ловкость, скорость, общую спортивную подготовку, после чего ребята переходят к отработке ударов. Султан Шарап в группе занимается с момента открытия. Сейчас готовится к сдаче нормативов на желтый пояс с зеленой полоской. Как и любой из ребят мечтает о черном поясе. Мне нравится сюда ходить, потому что я здесь получаю силы. Я ездил на соревнования и получал первые, вторые, вторые, третьи. Мне было сложнее на соревнованиях спарринги и палки. Часть тренировки занимает отработка движения на груши. Для дополнительной защиты служит экипировка. Ребята с азартом выполняют приемы. Девочки и мальчики занимаются вместе. Самая младшая воспитанница – 7 лет. Независимо от пола, каждый старается выполнять задания максимально четко и правильно. Сложно сдавать на пояса. А легко, ну, еще сложно участвовать на соревнованиях. Но есть некоторые удары, которые легко запомнятся. Есть, которые сложно запомнить и сложно их повторить. Когда я сдавала наш желтый пояс, было поначалу сложно, но все-таки я сдала. Ну, скоро у нас будут соревнования. 22-го будет в Митикамске, а 29-го будет в Янауле. Я поеду в Митикамск и в Янаул. Попробую занять первое место. Самый эффективный способ проверки полученных знаний – это спарринг. Ребята внимательно следят за ходом учебного поединка, оценивая, как используют выученные приемы их товарищей. Ну, каждая тренировка практически проходит по-разному. В один день мы отрабатываем больше ударную технику, в другой день больше технику по атаке, по отработке на грушах. Учеба на пояса, например, отдельный день идет. Учеба на пояс и техника выполнения технических приемов. Каждая тренировка по-разному. Мы стараемся физически развивать, физически хорошо развивать детей. Поэтому дополнительно турники, пробежка, грузики. Так что футбол, разные виды, игровые виды спорта. В пионер полыграем, чтобы видеть ребенка, как он в командной игре ведет себя, как в спарринге, в одиночной программе себя ведет. Ну, конечно, их дисциплинируют, они привыкают. Все в основном учатся хорошо, кто ходит ко мне. У них в школе все в порядке. Без недерпением ждут тренировку, за полчаса пораньше приходят. Значит, детям нравится, получается, заниматься. На каждый пояс нужно проходить определенный тест. Тест физический, психологический, технический тест какой-то. Это не так в больших городах, там, в 11-12 лет уже девочки черные пояса там носят. Это не так. Каждый пояс должен заслужиться кровью, потом, грубо говоря, и трудом. Совсем скоро ребят ждет подготовка к участию в региональных соревнованиях. Нагрузки возрастают в полтора раза. Однако важной частью обучения этому боевому искусству является развитие не только физических данных, но и волевых качеств характера. Гульнара Сетти, Каванил Сафин, служба новостей, Янаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.